Короче, про байонету на PC и почему ее не стоит пропускать. Грибы на пицце, дефицит чипсов, зомбоящик и совсем чуть-чуть ненавязчивой неприязни к христианству. Если все это грамотно смешать, можно создать особый вид трипов, который гордо будет заявлять о своем японском гражданстве, но почему-то окажется гораздо более востребованным в нашем уютном прозападном мире. Ну а раз трип этот наверняка станет общедоступен и желанен, как ни что иное в этой гребанной вселенной, легенды наркотических приходов будут готовы вернуться даже спустя десятилетия. И все ради того, чтобы показать, кто здесь настоящая черная ведьма. Кто здесь слэшер, разработанный под чутким руководством полулегендарного Хидеки Камии и представляющий из себя безостановочный трэш Разврат и Содомию, которую к тому же совсем недавно выпустили на боярскую ПК-платформу. На каком герое все это может выехать? На героине. Байонетта ее зовут. И она даст вам шанс вновь ощутить, что такое настоящий слэшер с яйцами. А так как Devil May Cry их радостно просрал, а Нир Автомата так и не смогла отрастить, именно Байонетта может стать тем глотком свежего воздуха, который поможет вам продержаться до выхода нового God of War. Пощупать свеженький перевыпуск за всякое мягкое стоит еще и потому, что этот симулятор жестокой расправы над плохими ангелами совмещает в себе сугубо японский сюжет, сугубо сюрреалистичный сеттинг, азиатский черный юмор и всеобъявлющий пафос. Серьезно, дают треуголку на отсечение. Ни в одной другой игре вам не предложат расстреливать райских существ, попутно услаждая ваш взор почти голыми монахинями-библиотекаршами, которые по-македонски расстреливают все живое с обеих ног. Бред, говорите? Да, но зато какой! Это феерия абсурда, карнавал безумства и непрекращающийся калейдоскоп гениальной режиссуры Камии, отворяющий перед тобой те уголки твоего сознания, о которых ты и подумать боялся, ибо... Да ладно, кто ж мог подумать, что тебе понравится эта адская смесь из горячей училки и тонны вывернутых наружу ангелов, которых она только что выпотрошила своим суперкомбо-вомбо? Platinum Games могли, ибо съели на создании добротных слэшеров ни одну собаку, пока пришли к тому уровню мастерства, коим обладают на данный момент. Они давно научились прятать за самым безобидным управлением бесконечное множество сложных комбо, которые с каждым новым врагом будут лишь усложнять вашу жизнь, но делать это столь искусно, что мешапить все кнопки подряд в надежде на шальной крит не захочется, ибо каждая комбинация представляет из себя что-то настолько отбитое, что пропускать такое просто грех. Кстати, о грехах. Они у проекта тоже имеются, и главным из них, несомненно, является то самое техническое устаревание, которое ожидаемо произошло за 8 лет консольного бета-теста. Да, саму Bayonet у её спутников спасает тот факт, что дизайнеры сделали им пластику текстур, а вот на декорации их волшебного художественного кокаина немного не хватило, из-за чего целостность картины немного нарушается. Но, несмотря на это, игра, вне всякого сомнения, стоит тех 700 рублей, которые за неё сейчас просят в Steam. Покупать Bayonet-ту льзя и надо, ведь даже учитывая почти десятилетний перерыв между релизом игры и переносом её на ПК, Слэшер остаётся одним из лучших представителей своего жанра и держит планку Безумного Рубилова настолько высоко, что даже второй части похождений чёрной ведьмы не удалось до неё допрыгнуть. Вопрос о соотношении цены и качества вообще не стоит. Стоит лишь вопрос о вашей готовности воспринимать странное. Ну а на этом же у нас всё, и всем всего! Субтитры сделал DimaTorzok